Итак, доброе утро всем. Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас я сяду так, чтобы было всем видно, всем было удобно. Мне было видно, мне было удобно. Вот так, вот так, вот так. Вот так мы сядем. Вот так лучше всего видно. Михаил Ткач Вочин. Все. Отлично. Значит, сегодня мы... Я уже приехал в Италию. Я в Италии. На озере Гарда. И очень в этот раз активно, первый раз, можно сказать, в жизни я провел такие активные каникулы. Был за неделю в шести странах. Это уже шестая страна. За неделю никогда в жизни столько не ездил. И интересно, конечно, как много может человек успеть, если... Это то, что называется Арихутямим. Когда Бог обещает, дам вам, дам Шаним в Арихутямим. Дам я вам года и длину Арихутямим и длину дней. Имеется в виду длина дней. Не обязательно, что это будет дни длиннее, чем у других. Просто ты будешь больше успевать. У меня получилось, что за неделю я успел побывать в шести странах. Везде проводил уроки торы, по работе, посмотреть. Как-то можно... Неудивительные вещи можно успеть сделать. Если ты просто полагаешься на Всевышнего и делаешь, делаешь, делаешь. Не думаешь, что делать. Не сомневайся по 250 раз. Как, что, где. А вот у меня сейчас была такая проверка бетахона. Вот то, что мы изучаем. Положись на Бога, положись на Бога. Вот я сейчас полагался на Бога. И прямо, слава Богу, все прямо вот так гладко. Удивительно. Слава Богу, да, чтобы было. Единственное, что в жизни же не бывает без неприятностей. Сейчас вот только я был родителем. И сейчас отец попал в больницу. Чтобы этот урок был... Чтобы ему было полное выздоровление. Чтобы ему было полное выздоровление. Все. Чтобы ему было. И, значит, сейчас у нас как раз урок. Сейчас у нас как раз занятие про сыновей. Про сыновей. И 22-й отрывок, 22-й отрывок. Значит, он начинается так. Тов янхиль бнейбаним. Что добрый... Тов это добро вообще. То есть, тут можно понять добрый. Можно сказать добро. Хорошо. Янхиль бнейбаним. Это оставляет наследство сыновьям, сыновей. Скорее всего, это добрый. Да, добрый. Хороший, добрый. Тов это добро. Значит, и в цафун для цадик хайль хотэ. И спрятан, сохраняется для цадика наследство злодея. Грешника. Наследство грешника. Как это работает? Смотрите. Ну, не секрет, что люди все в этом мире, они трудятся, трудятся, стараются заработать. То есть, весь этот мир, он крутится вокруг того, что люди стараются заработать. Вот особенно мужчины на протяжении тысячелетий, начиная от того, что Бог первому человеку, Адам Решона, он сказал, «Водя тебя, говорит, здесь на земле, сделал, да, чтобы ты молился и обрабатывал сад». С самого начала он ему сказал, да, вот, трудиться. Как написано в книге Йов, Адам Ле Амаль Юлад. Что человек для труда рожден. То есть, человек рожден в этом мире для работы, для труда. И, значит, дальше сыновья его, Каин и Эвель, они, Каин был земледельцем, Эвель был пастухом. Дальше они все, все, все они обрабатывали землю. Ноах в ковчеге работал целый год с сыновьями. То есть, нет в этом мире, нет такого, что ты берешь и прямо отдыхаешь, отдыхаешь и отдыхаешь. Этот мир создан не для отдыха, а для труда, для труда, для работы. И вот, значит, раньше, ну, не все люди хотят работать. Есть люди, которые злодеи, он не хочет работать. Злодей, он хочет забрать деньги у кого-то. То есть, не вкладывая труда, не создавая ничего. Он хочет кого-то обмануть, у кого-то или украсть в тайне, или ограбить силой. Или забрать якобы по закону, да, что вот власть там и так далее. Но, в общем, это один путь. И второй путь – это зарабатывать. Теперь человек хороший, добрый, он зарабатывает, зарабатывает духовную, зарабатывает какой-то авторитет, репутацию, оставляет ее, опять же, своим сыновьям и сыновьям сыновей. Он зарабатывает финансовые какие-то активы и оставляет эти, особенно, как раньше было, поле какое-нибудь там и так далее. То есть, оставляет сыновьям сыновей. И, то есть, получается, что человек, который праведный, да, который идет по правильной линии, то он вкладывает, он выполняет заповедь, плодитесь, размножайтесь. Он потом живет со своей женой и воспитывает своих сыновей, показывает им, как надо правильно строить семью, чтобы жить в семье и так далее. То есть, это все на стороне добра. И, значит, есть такая шутка, что евреи – это не тот, у кого дети евреи, евреи – это у кого внуки евреи. Так интересно, что у Дональда Трампа внуки евреи. То есть, это очень смешно, что Дональд Трамп по этому определению еврей, хотя он не еврей. Но, вот интересно, да, что определения, они, как бы, иногда работают, иногда нет. Теперь, значит, вецафонля цадик хель-хоте. И спрятано для цадика, приготовлено для праведника то, что нажил грешник. Значит, ну, здесь в первую очередь приходят в голову все вот эти вот острова-сокровищ, которые оставляли после себя пираты. Вот пират, он грабит, грабит, грабит. А куда он это все денет? Он где-то все это прячет, чтобы свои же у него не забрали. И потом какие-нибудь там исследователи, они что делают? Они находят это все. И, значит, это становится достоянием или одного человека, или общественности. Вот находят постоянно вот эти вот все золотые пиратские сокровища. Потому что с собой же они их не возьмут, а пиратов обычно убивали. То есть, грешников настигает их же зло. Это мы знаем из предыдущего урока, что грешник находит его же зло. То есть, в самом потенциале, когда ты делаешь зло, ты как бы создаешь тот яд, который потом к тебе же возвращается. Теперь другой яркий пример – это Аман. Пуримская история, как Аман, он собирал, 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 потом решил уничтожить евреев, но у него не получилось. И его все, что у него он собирал, перешло Мардыхаю. То есть, это явный такой историй пример. И жизни примеров тоже очень много, потому что, если мы посмотрим на, например, на то, что было до революции. То есть, были помещики, все почему-то забыли, что они вот эти все помещики и капиталисты действительно были не очень хорошие, добрые люди. Которые было крепостное право, был рабский труд. Ну, то есть, было очень все не очень хорошо, да, евреям вообще, они за людей не считались, у них не было права жить в городах, не было права избирать, быть избранными. То есть, они были как бы вообще граждане второго сорта, да. То есть, та власть, она была античеловеческая. Потом эту власть скинули. Они создали такой заряд античеловеческого отношения к людям, все эти тюрьмы, где вообще к заключенным относились ужасно, да. Произошел взрыв, который сделал революцию, смел предыдущую власть. Потом те, кто сделали революцию, они тоже были злодеющие, те, которые потом их смела в друга, потом была война, ну и так далее. То есть, зло, оно создает тот потенциал зла, который потом взрывает это же зло. Теперь и в итоге все передается кому? Цадику, праведнику. Почему так передается цадику? Да потому что только у него есть сыновья, и сыновья, и сыновей. Все остальные-то рода, их зло, оно их уничтожает. Как только человек начинает заниматься развратом, оп, у него уже нет сыновей, у него нет детей, да. То есть, если люди идут против Бога, у них сразу разрушается семья, потом дальше. Если люди идут против Бога, они начинают делать злодейство, то оно к ним возвращается. То есть, в итоге все приходит к праведникам, да. Это через поколение, через два, через три. Но в итоге все равно живут и расцветают на этой земле только праведники. Теперь 23-й отрывок, 23-й. И тут же он сам на себя задает вопрос, как бы, царь Соломон, он показывает нам другую сторону медали, так как это Тора, то есть это истина, да. Но истина, она с разных сторон, да, смотришь на вещи, как 3D, с разных сторон. Он говорит, смотрите, есть еще 23-й отрывок. «Раф охель нир рашим». «Много еды на Неве бедных», да, перевели нам комментаторы, много хлеба на Неве бедных, вообще непонятно. Что значит, вообще, как бы, несоответствие, парадокс, да. «Много хлеба на Неве бедных». «Вы ешь не спе, а бломишь пад, и есть, которые гибнут без суда». Вообще непонятно. Теперь объясняет Малбим нам следующую вещь. Значит, если мы возьмем, ну, основной продукт сельского хозяйства, хлеб, да, то есть это, как бы, основное зерно, зерновые культуры и так далее, кто его производит? Сейчас мы говорим про то, как было раньше, да, но это можно перенести сейчас на всю экономику. Значит, те, кто производят продукт, они обычно бедные. То есть, раньше крестьяне, которые работали, там, или рабы на полях, они работали. Сейчас люди, в основном, которые работают 90% мира, они работают целыми днями, они бедные. То есть, они остаются в долгах, у них есть, раньше было рабство обычное такое, да, просто рабство. А сейчас рабство, если человек взял на 30 лет мошкан, то ему нужно платить за квартиру. Если он теряет работу, то он не может платить, у него заберут квартиру. То есть, это тоже самое рабство, но, ну, такое узаконенное, красивое, вроде как, не рабство. Его постоянно подбивают еще, да, чтобы он точно никуда не рыпался, брать вот эти вот кредиты, кредитными карточками там и так далее. То есть, человек попадает в такое, что он весь в долгах, он должен, у него все могут забрать. Я видел цифры, что 70% в Израиле живут в минусе в банке, то есть, им не хватает денег, чтобы закрыть месяц. И, значит, но, тем не менее, они производят основной продукт, то есть, основной продукт, как бы, на поле хлеб производят бедные, да. И у них, вроде бы, они много хлеба производят, а продукты все, там, 5 или 10% населения принадлежит 90% мировых ресурсов. А 1% населения принадлежит 50% мировых ресурсов, представляете? 1% всего владеет полмира, еще 5% владеет остальными 40% и остальные 90% владеют 10%, да. Все вместе, они все вместе владеют 10%. То есть, это такая, это то, что здесь написано. Почему так сделал Бог, сейчас мы узнаем. Но, по факту, это так, что производят хлеб бедные, а излишками пользуются богатые. Есть, которые гибнут без суда. Бывает, что человек, он, прямо вот он, садик, или, не дай бог, дети умирают, там, маленькие, да, которые вообще ничего не сделали. И так далее. То есть, казалось бы, ну, за что? То есть, нет никакой явно видимой причины, которая могла бы послужить причиной их смерти, да. И потому, что вот эти вот две вещи сведены в одном отрывке, становится нам понятно, как работает мир. Вот смотрите. Если бы, например, было так, что человек, который работает в поле, получал бы за свой труд, там, 10 тысяч долларов за день работы. То есть, он же тяжело работает, или асфальтоукладчик. Ему была бы зарплата, он тяжело работает целый день, там, 12 часов под палящим солнцем. Он работает, и получает он 10 тысяч долларов за день работы. Вопрос. Сколько дней бы проработал такой асфальтоукладчик асфальтоукладчиком? Сколько дней бы он проработал? Он бы проработал где-то дня три от силы. Может быть, четыре дня он бы проработал, потом бы он работу бросил. Тот, кто работает на поле, если бы ему платить за день работы 10 тысяч долларов, он бы тоже через неделю на поле не вышел. Он бы эти 60 тысяч долларов взял, купил бы на них товар, начал бы перепродавать, то есть искал бы какую-то работу полегче, чем пахать. То есть если бы поменять местами, как попробовали поменять местами, и сказали в Советском Союзе, все принадлежит народу, то потом пришлось народу арестовать, забрать у них паспорта, чтобы они, так как им все принадлежит, их надо было как-то заставить работать на этом всем. Они не хотели работать, потому что если все мое, чего должен работать. Нет, сказали коммунисты, вы неправильно понимаете, все ваше, все ваше, вы обязаны работать, вы все равно как были рабами, так и остались, или мы вас посадим в тюрьму. Теперь, этот мир, он имеет смысл только в одном аспекте, этот мир имеет смысл в аспекте, насколько человек обращается к Богу. И вся система, она направлена на то, чтобы создать определенный уровень страданий, который заставит человека, это как мусар это, да, посмотреть в сторону неба и выбрать божественный путь. Если он выбрал божественный путь, ему становится хорошо, его каким-то образом выносит из этого круговорота. Но, но, бывает, что человек не СП, а некоторые гибнут без суда. Что значит, некоторые гибнут без суда? Так как, все равно, система очень честная и равновесная, и чаще всего, то есть, это игра, в которой люди чаще всего проигрывают, начиная от первого человека, который проиграл, он не выполнил заповеди Бога, Каин и Эвель, оба проиграли, и так далее. То есть, все равно, эта система так устроена, что в этом мире, по-любому, все проигрывают. Как тут ни крути, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, асфальт ты укладываешь, или ты там торгуешь, или что? Но, в этом мире, так как большинство людей, начиная от первого человека, не идут в сторону Бога, то в этом мире не может, этот мир не может стать раем, он не может стать миром света, добра, любви, как хотелось бы, чтобы он стал. Этот мир света, добра и любви, это следующий уровень, это уровень награды, получения награды. Этот мир, это мир лжи, это мир страданий, это мир обмана, это мир, в котором по-любому все умирают. Да, 7 миллиардов человек умирает в течение трех поколений, да, то есть, как бы, 7 миллиардов за 75 лет все умирают. В общем, сменяется три поколения. Все, поэтому, из-за того, что, например, идет цунами, да, идет цунами, и там гибнут и невинные люди, да, то есть, у них, как бы, для них игра закончилась из-за тех, которые проиграли, те, которые создали вот это вот зло, которое вызвало этот цунами. То есть, люди грешат, они создают огромный потенциал зла, которое потом конвертируется в какое-то наказание, и в этом наказании гибнут без суда те люди, которые просто попали под эту волну, они заканчивают свое земное существование, душа их выходит из тела, и дальше, если он был действительно невинный, то есть, и у него есть шанс зайти в следующий уровень, и он тут же, бах, вернулся сюда, и опять начинается его следующий уровень. Кстати, интересно, есть такой народ, друзы, друзы, у них, они даже не расстраиваются, они не хоронят даже тела, они говорят, тело человека вообще не важно, тело это вообще просто мясо какое-то, человек умирает, они знают тут же, что его душа вселяется в другого друза, они, поэтому у них друзов все время одно и то же количество в мире. Никто не может стать друзом, никто не может жениться на недрузе, то есть, у них, друзья, они очень закрыты, это такая община, которая очень сильно верит в переселение душ, настолько сильно, что вообще не боятся умирать, и абсолютно без уважения относятся к телу умершему, да, потому что они знают, что душа просто из него вышла, уже вошла в другое тело. Теперь, но если это был цадик, который всю жизнь был цадиком, и он умер, он уже сюда не возвращается. Если это был злодей, который уже там свой злодейский потенциал полностью доказал, что он злодей, то он тоже исчезает. А те, которые погибли без суда, они возвращают, то есть, на них не было греха, да, но они все равно попали под раздачу, то, что здесь написано. Значит, они возвращаются снова и снова, и снова, пока не реализовывают свой земной путь. Теперь дальше. И дальше 24 отрывок. Теперь 24 отрывок. Теперь здесь нам показывается, как бы закрывает вот предыдущих три. И Бог на примере отца, который любит своего сына, если отец по-настоящему любит своего сына, так он же должен его воспитывать. Если он его пустит на самотек, если он его будет кормить только вареньем с ложечки, и не хочешь учиться, не учись, не хочешь рано ложиться, не ложись, не хочешь работать, не работай и так далее, то такой отец, он не любит своего сына. Такой отец, наоборот, ненавидит своего сына, потому что он его создает абсолютно неприспособленным к жизни, и этот сын, он скоро, ну, разрушится, да. То есть тот, кто отец, который щадит свою розгу, там, шевет, это палка вообще такое, как посох, да. Тот, кто не бьет своего сына, он ненавидит сына, написано в этом отрывке, в 24, то есть. А кто любит его, во-а-во, тот, кто его любит, шехаро-мусар, он его, наоборот, будет воспитывать вот этим вот мусаром, наказывать его, воспитывать его, направлять его на правильный путь. То есть здесь, в этом отрывке, ответ для всего предыдущего. То есть мы привыкли, что первое видимое последствие – это самое главное, да. То есть если это вкусная еда, так она вкусная. Нет, она может быть вкусная на первый взгляд, на первый вкус, а потом ядовитая. И наоборот, когда человек идет тренироваться, ему больно, жарко, тяжело, и на первый взгляд это уничтожать себя, особенно когда человек хочет стать очень сильным, он должен прям до боли, он должен преодолевать свои ограничения, он прям не может, орет у него прямо, а-а-а, там еще один подход, еще один подход, еще один подход. То есть первое впечатление, что он себя ненавидит, что он себя истязает и уничтожает. Но второе последствие – он стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом, то есть он добился своей цели. Понятно. Теперь в этом отрывке ответ, почему Бог так с нами поступает. Тот, кого Бог любит, того он наказывает. Для чего? Чтобы его пробудить, чтобы его очистить, чтобы его вернуть. Поэтому, если мы сами слышим, есть разница, мы на том роте изучали разницу между мусар, мусар – это болевое воздействие, воздействие через боль и страх, и то ха-ха – это воздействие увещевания интеллектуальное, объяснение. Бог нам дал объяснение, он рассказал нам, как работает. Он говорит, парни, смотрите, если вы будете тренироваться, то у вас будет все хорошо. Если у вас будет дисциплина, у вас будет все хорошо. Если вы будете три раза в день молиться, у вас будет все хорошо. Если вы будете жить по-честному, по-правильному, то у вас будет все отлично. А если нет, тогда вы сами создаете потенциал зла, который вас потом сожрет. И не удивляйтесь, что праведник иногда гибнет без суда. Потому что, когда Ноах, например, он был праведник, но он не сумел людям объяснить. 120 лет он людям объяснял, что скоро будет потоп. Он не сумел никому объяснить. Люди сказали, если будет потоп, мы тебя тоже убьем. Ты на своем ковчене не уплывешь. То есть он не сумел людей вокруг себя спасти. Тот же лот, ну и так далее. То есть есть множество примеров, когда человек сам старается, он сам праведный, но вокруг рушится система, и она его тоже сносит. Такое тоже бывает. Все, дорогие друзья. Значит, давайте сделаем вывод, что первый вывод у нас какой. Давайте еще раз обратно просмотрим отрывочки. Давайте еще раз обратно посмотрим отрывочки, чтобы сделать короткий вывод, который запомнить надо. И надо каждый день повторять предыдущие дни для того, чтобы они запоминались и они помогали принимать решения. Первое, что хороший человек, его доброта и его правильный образ жизни, он его спасает в долгосрочной перспективе, на поколение. То есть тот, кто идет по Торе, он на поколение создает своим потомством хороший заряд, хороший потенциал. Второе, это мы изучили, что так Бог сделал систему, что многие работают, а зарабатывают немногие, и многих наказывают, и иногда попадают эти немногие тоже под раздачу. То есть система, она работает по закону Парета, и то есть богатство, бедность и так далее. Там есть свои законы, мы вдаваться не будем, но есть вот эта вот разница между большинством и меньшинством. И эта разница, она видна во всем. И дальше почему происходит так, что Бог, он вынужден наказывать людей для того, чтобы их пробудить к правильному пути. Все, вот три вывода, которые я сегодня сделал. Вы сделайте, пожалуйста, свои выводы, повторите то, что мы изучили, расскажите кому-то, поделитесь, поставьте лайк. То есть мы должны божественный свет распространять людям. Если мы это будем делать, то и нам хорошо будет, и детям нашим хорошо будет, и миру хорошо будет, и всем будет хорошо. Поэтому, как написано в Мишли, вот я, видите, запомнил, и оно мне очень сильно помогает. Мне тяжело, например, где-то бывает урок провести, подготовиться. Но я вспоминаю сразу отрывок из Мишли. Там написано так. А метропебы млахто, тот, кто ослабляется в своей работе, ах у либа аль машхид. Он как брат для того, кто портит. То есть, если люди говорят, а я не грешу, я не грешу, в чем мой грех? Я же ничего плохого не делаю. Да, ему могут с неба сказать. Но ты мог бы делать больше, ты бы мог сделать много хороших дел. Ты их не делаешь, и тот, кто не доделывает свою работу, он как брат тому, кто портит. То есть, он братом является. Так как все на этой земле плывут в одной лодке, то тот, кто не доделал свою божественную работу, то он тем самым, он мог бы вытащить, да, он мог бы вытащить того, кто рядом, но он не вытащил. Мы все проводники божественного света, мы все этот свет получаем, усиливаем внутри и распространяем. Или же мы можем перекрыться, да, не получать, не усиливать и не распространять. Так вот, давайте усиливать и распространять. Все, удачи, успехов, прекрасного дня, всем пока.